Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я покажу, что происходит на участке, что с домом. Все очень красиво, все круто, все продвигается. И вот я на участке. Как видите, травы стало меньше. Решили пойти другим способом, не завозить песок, потому что это очень дорого получается. Ну и может оказаться в этом не сильно много смысла. А решили, в общем, убрать траву, которая сейчас есть, чтобы она не проросла. То есть сейчас, как видите, здесь стало ее намного меньше, то есть она просто верхняя осталась, которая уже взялась. Мне ничего страшного нет, а вот старая трава вся убрана. Для чего это сделано? Для того, чтобы эта трава не врослась, ее потом будет сложно убрать. Сейчас ее было легко убрать граблями. Собственно, рабочие убрали граблями ее. А далее просто сделается здесь дренаж, который уберет лишнюю воду. А вот от дренажа земля, которая осталась, собственно, она там остается, потому что сам дренаж засыпается песком и щебнем. И, соответственно, земля, которая от этих канав останется, соответственно, она дальше никуда не используется. И вот при помощи этой земли и будут засыпанные неровности. То есть где тут есть перепады, горочки, будут засыпаны. Для чего засыпать их землей? Для того, чтобы потом можно было купить то, что обязательно нужно, наверное, на каждом участке. Это газонокосилку. И ей все косить. Потому что газонокосилка по неровностям особо не ездит. Так что вот теперь, на самом деле, очень хорошо здесь видно вода как стоит, где неровности, где что. Но дренаж часть воды уберет, и вообще погода сейчас часть воды уберет. И все будет красиво. Сегодня будут завозиться окна. Вот уже буквально через час-полтора, наверное, должна быть доставка. Собственно, завтра после завтра будет их установка. Так что скоро дом обретет нормальный вид. У него будут окна. Это уже будет по-другому смотреться. Соответственно, сегодня ребята откроют эти окна. Ну, деревяшки снимут, чтобы можно было установить. Будет красиво. Класс. Я вам обязательно покажу. Давайте пройдемся до... До чего мы пройдемся? Давайте мы пройдемся, посмотрим, что там. Так, ну, судя по напору воды, ее прибавилось. И уже как-то там очень даже неплохо все. Сегодня, говорят, приезжали, строители мне сказали, приезжали ребята опять замерять воду. Пока мне не звонили, но я думаю, что там что-то уже прибавилось. Так, вода уже уверенно прям идет. Это очень хорошо. Напорчик уже хороший. То есть, вода будет. Сегодня должны мне сдать работы по воде. Соответственно, сказать, что там происходит. И, наверное, уже скоро можно будет в дом воду заводить. Собственно, там все уже для этого подготовлено. Все, кроме... Собственно, осталось только насос опустить в скважину и все. На самом деле, это даже немножко грустно. Я сейчас хожу, то есть там уже вот... Сейчас покажу. Там уже заканчивается котельная. Уже сейчас будет делаться... Там сейчас пройму работу по водяному полу. Также по, собственно, водоснабжению во всем доме. И как-то от этого грустно. От того, что все это подходит к концу уже. Сейчас будет делаться стяжка. И будет уже делаться, собственно, класться плитка. Также будет там... Ну, вся уже внутренняя отделка. Будут стены обшиваться. То есть, все такое близится к концу. Я уже так привыкла к этой стройке. Мне кажется, мне будет очень-очень не хватать. Вот. По поводу проводов. Попросила у электриков эти провода. Специально сделаю видео, где буду их поджигать. И чтобы вам показать, что они не горят. Так, сейчас у нас уже выпиливаются окна. Сейчас большое окно увидим. Блин, мне так хочется посмотреть, какое оно будет. Хотя бы уже без окна. Есть как-то эвакуационный выход, так сказать. Это пересесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok